Вы посмотрите, где у нас? Вот, с 30-го, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И так пошел чистокол, да? Видите? Когда в диаграммах одного и того же цвета появляются столбики больше пяти, и это говорит о том, что органы и системы уже не работают синхронно между собой, не обмениваются правильной энергией, не обмениваются правильной информацией. То есть здесь стоит энергетический блок. На минуточку вспомним, вначале я говорила, что у нас интерпретация идет по методу фоля или меридианы. А меридианы априори – это энергетические каналы. И сегодня весь Запад принял эту информацию на вооружение. Так вот, уважаемый Андрей, у вас стоит очень мощный блок на уровне вот этих органов и на уровне нижнего отдела позвонка, начиная от поясничного, заканчивая крестцом. То есть обмен энергии не идет по нижним этажам. Далее. Внимание, вот здесь наверху, для тех, кто или забудет, или еще не знает интерпретацию цветов, появляется вот такая подсказочка. Видите? Умеренная гиперфункция, гипофункция, норма. Видели? У вас всегда в отчете это будет. Следующее. Давайте вопросы мы попозже отставим. Сейчас я все это расскажу, потому что вопросы будут задавать часть те люди, которые уже практикуются. Позвоночник тоже самый. И посмотрите, вот здесь появились цифры, да? Видите? А, еще раз вернемся. Здесь тоже цифры есть. Видите, вот цифры появились. Очень многие спрашивают, что это за цифры. Это цифры интерпретации по фолиуму. Состояние энергетического состояния органов системы. А это так, что по фолиуму? Да. Сейчас идем вверх. Я вам сейчас покажу таблицу, которая выше, 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 выше. Вот она, табличка. Видите? Это показывает степень нарушения состояния органов системы энергетики от умеренной гиперфункции, например, до гиперфункции резко выраженной, когда цифра 81, 100, но 100 не бывает, фактически сразу говорю. И умеренная гиперфункция от слабо выраженной до резко выраженной. И вот здесь вот уже по цифркам можно сориентироваться. Далее. Хорошо. Далее. Вот здесь вот есть чакры. Внимание. Чакры, если кратко говорить, это энергетические наши аккумуляторы. Именно через чакрарную систему происходит обмен энергиями, распределение, обмен энергиями. И здесь очень многие, вот сейчас западники на Западе вступили со мной в спорт. И я хочу сказать, что здесь у нас интерпретация немножко иная, чем учат по чакрам. Вот на курсах там на каких-то или информация идет. Здесь интерпретировать очень легко. Есть понятие нейтрального состояния органов и систем. Есть понятие закрытой чакры. Есть понятие открытой чакры. В идеале лучше, если будет везде нейтральное состояние органов и систем. Если будет закрытая чакра, это как раз говорит о блоках. Помните блоки, да, такие у человека? О том, что энергия перераспределяется внутри уже, идет с нарушением. Если открытая чакра, то есть та энергия, которую вырабатываете, вы ее просто отдаете в никуда, в пространство. И тем самым ослабеваете, у вас ослабевает работа органов и системы. Здесь понятно, что у нас здесь происходит? У нас происходят частичные закрытые чакры, да? Блоки, блоки. Далее. Блоки мы эти видели очень четко на позвонке, на характеристике. Ну вот это все любят. Вот давайте на ней внимательно остановимся. Вот это вот любимое у многих. Почему-то все думают, что и начинают сразу оценивать именно с микробов. Вот нравится всем. Правильно, с одной стороны? Потому что более 90% всех наших проблем идут именно от токсического воздействия вот этих патогенных паразитов. Да? Какие вы знаете? Простите, о, врачи пошли. Есть просто группа, общая группа. Вам не надо знать названия, зачем они вам нужны. Вы должны знать, что есть грибки, да? Вирусы есть, да? Бактерии, гельминты есть, да? И так далее. Здесь я немножечко начну вот с этого. Посмотрите. Предполагаемые изменения в органах и системах. Здесь вы не найдете диагнозов. Это не врачебное. Здесь вы их не увидите. Но здесь мы постарались доходчиво донести до вас информацию о тех изменениях, которые есть. И здесь мы что видим? Первое, это герпетическое отягощение на фоне ослабления защитных функций организма. Сейчас я объясню подробнее уже с врачебной точки. Далее, обращайте внимание на себя, что у него уже идет поражение хрящевых тканей суставных поверхностей и снижение функции надпочечников. Уважаемые друзья, когда вот такое мы видим у людей после 40 лет, знайте, что и мужчины имеют свойство заходить в ранний климакс. Поэтому срочно, срочно корректируем свой организм. Несмотря на интерфейс молодого, внутри надо еще быть помоложе выглядеть, чтобы надпочечники не страдали. Также идут грибковые поражения, дефицит натрия и калий. Скажите, пожалуйста, вы соль снизили в своем рационе, потребление соли? Вот так вот. Вот так вот. Это о чем говорит? Вот когда я вижу вот такие заключения, всегда, всегда у нас эти люди, как правило, убирают этот минерал из своего рациона. Это безумство, сразу вам говорю. Потому что, если вы внимательно изучите состояние клетки, то одним из факторов клетки, состояния клетки, является вот такая воронка, с помощью которой, если не будет натрия, практически не будет вырабатываться, выделяться калий. А натрий, калевый насос, кардиологи у нас есть здесь, да? Они вам скажут, что это обязательный элемент для правильной работы, прежде всего, сердечно-сосудистой системы. А мы что у него видели? Сердце правое и левое отделы. Что? В напряжении. И этот человек, убрав вот натрий, как минерал, он себе дал огромную нагрузку на что? На сердце. И в итоге этот молодой человек периодически дает повышение давления. И, да, есть такое? И думает, если нет, вы просто его не контролируете. Но у вас уже тонус, тонус сосудов, особенно сердечно-сосудистая система, говорит о том, что вы склонны к гипертонии уже. И единственная причина, может быть, как одна из причин главных, это просто человек убрал минерал. Тот, который жизненно необходим. Поэтому, я думаю, вам нужно вернуться к вопросу натрия, калия. Почитайте в интернете, пожалуйста, значимость этих минералов для организма. Единственное, откуда вы можете его взять, натрий. Это только из поваренной соли. Вот и все. Или из морской. Далее. Инсулина слишком мало. Инсулина слишком мало, это говорит о том, что периодически ваша поджелудочная железа испытывает довольно-таки большую нагрузку. Испытывала очень сильно. Или диета была, или воздержание было, или гормональное что-то принимали. Но вы дали очень большую нагрузку. Дефицит марганца кремния, дефицит витамина КЮ. Многие спрашивают, что это за витамин КЮ. Я сразу хочу сказать, что это убихино. Это витамин, который участвует как кофермент, КЮ-3. Участвует очень мощно как антиоксидант и как витамин, который нужен для переноса кислорода. КЮ-3 находятся? А? КЮ-10. КЮ-3. А КЮ-10. Не КЮ-10. КЮ-3. Вот посмотрите. И когда вы будете смотреть внимательно на это, на все, знаете, все, что на первом месте, это наиболее актуальная сейчас проблема для данного человека. Скорее всего, токсины герпеса как раз еще и оказывают непосредственное влияние на тоже сердечно-сосудистую систему. Поэтому внимание нужно обратить. Далее. Есть у нас еще вот такой вот раздел, где вероятность отягощения токсинами патогенных возбудителей. Как здесь происходит? Что это за проценты? Как их читать? Проценты берутся сравнительные характеристики по базе данных, которые у нас есть. То есть здесь дается процент вероятного воздействия токсинами вот этих возбудителей на ваш организм. Давайте посмотрим, что здесь у нас происходит. Здесь у нас идет такой выраженной нагрузки нет, но на первом месте стоят вот эти возбудители. Я вам даже читать их не буду. Читать даже не буду. Единственное, я скажу почему. Потому что вот это вот, ну ладно, прочту. Спирометра, эээ, эээ, чего тут, Ирина, чего-то, чего-то, пай, чего-то, я не знаю. Мне все равно, если бы она у меня присутствовала в организме, мне все равно, какая она там, кто это такая. Мне просто будет интересно, как врачу почитать вообще чуть-чуть такое, да. Но я сейчас не врач, я обыватель перед вами, да. Мне все равно, какой там возбудитель. Поэтому, уважаемые перспективы, вся наша диагностика сводит, весь наш тест сводится к тому, сводится к тому, чтобы, сделав замер, вы смогли сейчас закачать комплекс программы, который, сейчас дам, сейчас, минутку. Программа способна закачать по результатам этого теста вам вашу личную комплексную программу по частотам, в которой она сама в автоматическом режиме, без участия нас, врачей, человеческого фактора, сама выберет те частоты, которые вам нужны, и сама же даст коррекцию. Есть еще очень интересный показатель. Я, честно говоря, его не принимала сначала, думаю, зачем он нужен? Но люди просят. Раз люди просят, значит, это нужно было. А потом так стало интересно. Смотрите, это биологический возраст. Есть реальный возраст, есть возраст биологический, внутренний наш, да. Посмотрите, что у нас здесь происходит. Нашему молодому человеку 43 года, а органы и системы уже выглядят на 46 лет. Обратите внимание, они постарели вперед вас, вперед вашего возраста, паспортного, так скажем, да. Что такое? Ничего страшного, мы сейчас показываем принцип. Все сделаем. Разрядился. Для того, чтобы перенести автоматическую созданную комплексную программу по результатам вот этого теста нам нужно иметь прибор, который называется лайф-баланс. И только в связке, только в связке, лайф-эксперт и этот прибор лайф-баланс, когда они работают в связке, мы можем получить эту комплексную программу. Понятно? Ни один прибор не коннектит, другой, типа биорезонанса, не коннектит с этой программой. И частотную программу вы не перенесете на него. Понятно? Внимание! Заходим. Заходим в наше измерение. Вот оно внизу, первое измерение. Нажимаем правой кнопкой мыши. И даем команду получить комплекс. А команду левый, да? Мышь я. Второй. Все правильно. Все правильно. Второй замер наверху находится. Не переживайте. Второй, который над ним, это камни. Далее. Все, все записали. Все. Сколько? Я даже облинуться не успела. Программа закачана в прибор. Давай. Дай, дай. Не включай. Непопытство. Вперед бежит. Вот когда знаешь, да? Когда пользуешься, хочется быстрее все сделать. Ну, я сейчас хочу уже. Никого не лечим. Мы корректируем пока. Берем прибор. Включаем. Вот этой кнопочкой. Вот он прибор. Он очень легкий. Включили. Здесь у вас идет интерфейс. И вот этой вот кнопочкой, минус, плюсом листаем и доходим до слова комплексы. Даем команду да, мы выбираем этот комплекс. У нас здесь выходит дата и выходит комплекс, который на час и одну минуту. И у нас здесь есть еще одна особенность. Этим отличаются наши приборы. Одно из отличий от других приборов. У нас есть мощность. Видите, вот серединки, если нажму, мощность сигнала. Для чего это нужно? Я сейчас поменяю ему на троечку. Троечка сразу появилась, видите, да? Даем посидеть. Мы не будем ждать час, когда он замерит. Потому что я вам расскажу, как это замеряется, как этого вида. Посмотрите, у этого, этот прибор работает в трех направлениях. Это антипаразитарное направление, гармонизирующее и энерджер. Сейчас, составляя программу, мы задействуем два направления. Антипаразитарное и гармонизирующее. У нас внутри этого прибора находятся две антенны. Это принципиальное было наше требование, чтобы эти две антенны были. Потому что для того, чтобы провести частотное воздействие антипаразитарного направления, форма сигнала, там совсем идет другая, прямоугольная, и несущая антенна сама работает на частоте от 0,1 до 27 МГц. Именно в этом диапазоне живут наши все микробы. И сигнал идет вот такой вот, очень жесткий, вот такой. Для того, чтобы привести наши органы и системы в гармонизирующий вид, чтобы плавно все работало, там должна быть другая антенна. Потому что наши органы и системы работают очень мягко, на частоте от 0,1 до 100 Гц. И чтобы их гармонизировать, нужна треугольная форма сигнала. И чтобы несущая антенна работала на частоте от 0,1 до 10 КГц. И вот именно учитывая вот это вот гармонизирующее направление, именно сигнал, который подается в треугольные формы, способен поддержать наши органы и системы и привести их в физиологическое состояние. Состояние, когда органы работают на правильной частоте. Это понятно? Для кого непонятно, что такое частота? Поднимите руку. Так, появился. Что такое амплитуда, тоже не знаете. А что такое колебание, знаете? Знаете колебание, что такое? Нет, здесь надо объяснить. Не до интернета. Что такое колебание, знаете? Так вот, по закону физики, у колебательных движений одна из характеристик – это частота. Можно колебаться так, можно колебаться вот так. И вот эта вот частота, с какой она колебается, это есть одна из основных характеристик, которые мы взяли на вооружение. Не только мы, а биорезонанс вообще взял. И на этом базируются наши методики. И мы приводим наши органы и системы к колебательным движениям на той частоте, когда они здоровые. То есть мы убираем патологические изменения по частотам. Мы как раз и добиваемся того, чтобы наши органы и система колебались правильно. Как пример, давайте возьмем, вот кардиолог сидит напротив меня, ритмолог. Давайте как пример возьмем частоту сердечных сокращений. Галина Владимировна, частота сердечных сокращений в норме? От 60 до 80. От 60 до 80. Это когда вы не чувствуете, как работает ваш пульс, как работает ваше сердце. А если частота 100 будет? Сразу почувствуете, как? Ой, как плохо. Дышать-то нечем. Кто машет, кто что, да? Кто за таблетки хватает? Идет так называемая тахикардия. Что происходит? Частота уже стала 100. Мы ушли с колебательных нормальных движений? Норма-то 80, 60, например. Или 65. 70, давайте среднюю возьмем. А вдруг 100 стало? Ушли с колебательных движений? Ушли. Но организм такая интересная штука. Он как увел, так и приведет в норму. Но очень часто мы испытываем свой организм на вот такую стойкость. И думаем, что если один раз помогло, поможет и следующий раз. Организм терпит, терпит, терпит. И в итоге что? Срывается. И потом идут все наши проблемы. И он уже не способен привести наши органы и системы, то физиологическое колебание, какое должно быть. И тогда у нас возникают болезни. Понятно? А теперь давайте посмотрим, как повлиял камень на него. Вот подходит он ему или нет? Выровняет он? Поможет ему в гармонизации органов и системы или нет? Заходим за меры. Вот у нас их два. Отмечаем их оба. Так, верхний у нас с камешком, а этот без камешков. Что произошло? Подходит? Подходит. Как вы думаете? Что за чудо-камень? Где Галина Картуева? Это камень Флэкстон. А что за камень? Да. Флэкстон. Нам приехали гости из Израиля и попросили протестировать этот камень. Потому что, ну, они владеют этой методикой именно... Я вам хочу сказать, что он ему не очень подходит. Я вижу, что он нам столько положено. Если вы внимательны, вот единственный доктор на первом ряду очень внимательно меня слушала и сейчас говорит об этом. Посмотрите, какое количество зелени появилось. Одинакового цвета. Сколько столбиков? О-о-о-о. Это же нормально. Например, норма, норма, когда до пяти. Если больше, это уже блок. Посмотрите, здесь-то он выровнял. Супер, да? А здесь он дал немножко блок. Но когда такое бывает, то нужно еще раз этот камень протестировать в следующий раз. Потому что идеальная получилась картина вот тут. Вот это идеальная. Понимаете? Вот это супер. А здесь получился очень сильный блок. Но у него это так и должно быть. Почему? Потому что посмотрите, если мы позвоночник-то его видели, да? У нас блок-то стоит. Смотрите, где стоял. Помните? Оранжевый, чуть ли не с грудного до конца. Что произошло? Вот так вот мы смотрим. Понятно? В Израиль отправляем его. Я знаю. Что? Подходит или нет? Подходит. 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 Потому что, Андрей, он убрал, убрал, выровнял. Он настолько энергетику пробил по нижнему отделу позвонка. А я вам еще больше подскажу. Нужен. Нужен. Потому что он не удержит этот камень. Энергию. Он не удержит. И смотрите, вот если внимательно посмотрите, я всегда подсказку такую даю. Вот если вот так вот вертикально посмотрите, человек лежащий. Согласны? Лежащий человек. Вот если мы внимательно... Почему я... Это уже к врачам подсказка. Когда вы открываете, вы уже четко видите, какой отдел даже позвоночника страдает у человека. Понятно? Похож? Похож. Вот, это вам подсказка. Вот, голова, а вот ноги. И у нас на позвонке вот это все вышло. Да? Здорово? Теперь, уважаемые друзья, смотрите. Внимание. Вы знаете, давайте отбросим, что я доктор. Я обыватель. Я вам хочу одно сказать. Не копайтесь. Так, как я вам рассказала. Не нужно этого делать. Вот мне лично все равно, какой микроб, где сидит, в каком он органе там засел, что он там делает. Дайте мне возможность исправить это все. И дайте мне уже завтра чувствовать себя лучше, чем вчера. Пусть у меня появится энергия. Пусть мне будет легче дышать. Там у кого какие проблемы, да? Пусть мои суставы, например, начинают бегом бежать, да? И так далее. Пусть мой позвоночник перестает болеть в конце концов. Если эта возможность есть, а она у вас есть, реально есть, то скажите, пожалуйста, зачем вам копаться? Многие начали в одночасье, получив лайф-эксперт, решили, что они стали докторами. Мгновенно. Вот в нашей компании все думают, что раз они купили лайф-эксперт, все. Они уже специалисты высшего класса, врачи здесь не нужны и так далее. Смею вас заверить. Внимание, теперь как врач говорю. Смею вас заверить, что когда вы будете замеры делать, вы вдруг увидите, что что бы вы ни делали, как бы вы ни делали коррекцию, что некоторые столбики, как стояли в красном, так и стоят. Как стояли в синим, так и стоят. Сделали три, сделали пять, сделали десять замеров. Да что же такое? Почему же не уходит проблема? Тогда прямая дорога к нашим специалистам-врачам. Потому что именно для врачей мы создали третий продукт нашей компании Лайф-эксперт-профи. И как Евгений сказал, мы против того, чтобы покупали этот прибор не специалисты. Потому что в этом приборе сосредоточены четыре вида диагностики на сегодняшний день, которые позволят выяснить и определить, что произошло и почему не идет коррекция, почему не выравниваются вот эти функции этого органа и системы. Это понятно? Поэтому ваша задача, ваша задача, просто-напросто взять этот прибор, сделать прежде всего себе тест и закачать программу. Все. Начать ее пользоваться. Понятно это? А составлять программу? Внимание, следующий вопрос. Сейчас я закончу и расскажу. И когда вы это все делаете, то у вас очень-очень мощно, очень быстро запускается система регуляции. А вот когда вам нужно, вы видите, что у вас идет вот такая проблема и не выравнивается, то лучше всего обратиться к специалисту, потому что у нас еще есть программное обеспечение, программатор, так называемый, в котором вы можете составить экзогенные частоты, извне взятые, да, и способствовать тому, чтобы выравнивать вот эти органы и систему. Здесь понятно? Да. Но в этом программаторе есть программы универсальные, которым может пользоваться каждый обыватель, такие как регуляция желудочно-кишечного тракта, усталость спины, антиболь, антистресс, сердцерегуляция и так далее. И уже априори с завода, с предприятия вы получаете прибор с 35 программами антипаразитарного направления, гармонизирующего направления, которым вы можете пользоваться сразу. Ясно? Да. Теперь вопрос. Ауру. Ауру? Да. Давай, скану ауру посмотрим. Нет. Нет. Это было. Нет. Это было. Это стало. Лучше? Но лучше. А он на вид другой сразу стал. Можно вопрос? Да. Посмотрите. Мы сейчас вешаем этот прибор. Для меня уже появились. Получается так, что причинно-следственная связь я, по крайней мере, не увидел для себя. То, что я имею на сегодняшний день, это непосредственно моей какой-то жизни. Я не ел соль, у меня пропала натрия, пропала калия, мясо и так далее. Что приводит к таким проблемам. Но если я буду так, то не буду есть эту соль. Получается, мне она не нравится, как бы ее не кушать. Но буду носить этот прибор. Когда мы даем рекомендации и говорим об этом, но безумство, вот присаживайтесь, безумство будет такое, что когда мы говорим, что извне мы должны получать строительный материал, извне, мы не можем приборам витамины дать, минералы дать. Мы не можем аминокислоты завести в организм, но с помощью прибора мы можем при условии, что вы будете получать эти минералы извне, в виде продуктов. Кто-то БАДы пьет, кто-то продукты пьет. Наша задача с помощью биорезонанса создать такие условия в организме, чтобы они правильно усваивались. И если вы не будете упорно продолжать не кушать соль, то ни один прибор в мире вам, естественно, не поможет. Но если вы, увидев вот такие результаты сами, увидите, какие проблемы у вас в организме, я не думаю, что у вас не включится разум. Он должен включиться. Нет, понятно, что не включится разум. Но вопрос в другом. Для чего прибор нужен? Прибор нужен для того, чтобы вы, включив свой разум, включив соль, и видя вот эти изменения, чтобы эта соль, например, минерал натрия, начал правильно усваиваться. Потому что вы уже с частоты своей ушли, вы уже дали нагрузку, органы и системы неправильно работают. Если вы сейчас этот натрий добавите, он у вас не будет усваиваться должным образом. Он вам даст очок. Ну, про соль понятно. Всё, я соль надеюсь. Это как принять. Сейчас вы имеете очень мощную, мощную проблему посттравматическую со стороны работы очень мощного органа позвоночника. У вас там имеются частоты, которые воздействуют на ваши мышцы, которые спазмированы, на ваши связки, работают на систему кровообращения, чтобы вам это всё улучшить. И таким образом, в целом, в течение часа у вас работают несколько частот, которые регулируют те изменения, которые у вас есть. Продолжение следует... Да. Неважно, какие... Конечно. Причина. Конечно, если вы... Опять же, если верну...